Друзья, всем привет! В этом выпуске обсудим новинку Петродворцового часового завода Ракета. Часы, которые не только посвящены подводной лодке, но и имеют в своем корпусе деталь, выполненную из металла именно этой атомной подводной лодки Leopard K328. И если вы любители часов, то наверняка эту модель вы уже видели, но не спешите переключаться. В этом видео будет не только обзор этих часов, но мы и посмотрим, как именно производятся детали для часов Ракета. Я побывал на Петродворцовом часовом заводе и с удовольствием поделюсь с вами своими впечатлениями. Как уже сказано, часы полностью посвящены российской атомной подводной лодке Leopard K328 класса «Щука-Б», либо по натовским стандартам «Акула». И в разработке этих часов принимал непосредственное участие первый командир этой самой подводной лодки Валерий Игоревич Дьяконов. Сейчас лодка находится на реконструкции, и уже скоро мы увидим ее обновленный вариант. А те детали обшивки, которые оказались не нужны, как раз таки и используются в новых часах Ракета. С вами Виктор, вы на канале про часы, и давайте уже к самим часам. Поехали! Но это самые подводные лодки нам никуда не деться. На витрине мы видим макет той самой подводной лодки Leopard K328, в честь которой и выпущены эти самые часы. Ну и как они поставляются? Идут часы в картонной коробке, естественно, мы видим всю надписи, что это атомная подводная лодка Leopard K328. В самой коробке мы видим на подушечке часы, есть значок, есть документация, ну и давайте по порядку с комплектацией. Дополнительный силиконовый ремень. Все-таки часы эти имеют довольно-таки неплохую водозащиту в 200 метров, либо 20 атмосфер, и такой силиконовый ремень будет очень даже кстати. Выполнен он очень качественно, в двух цветах, красный и черный, это уже фирменные цвета Ракеты. И помимо ремешка мы видим и шпилькосъемник с линейкой и логотипом Ракеты. Есть дополнительные насадки и такая вещица пригодится вам наверняка, если есть другие часы, все-таки менять ремешки дело не такое сложное, но специальный инструмент для этого нужен. Ну и давайте перейдем к самим часам и немного по характеристикам. Корпус из нержавеющей стали, диаметр 44 миллиметра. Задняя крышка прозрачная и закрывает ее минеральное стекло. Основное стекло в часах здесь сапфировое. Завинчивающаяся заводная головка, водозащита 20 атмосфер, либо 200 метров, суперлюминова на стрелках и метках. Очень хороший качественный кожаный ремешок, опять-таки обратите внимание, подкладка выполнена в красном цвете, основной цвет ремешка черный и, как я уже говорил, такие классические цвета Ракеты. Механизм на 24 часа. И это сделано не просто так, все-таки посвящение подводной лодке и внутри подводной лодки вы никогда не узнаете день сейчас, утро или ночь, потому что за окном, за иллюминатором точнее, всегда выглядит все одинаково. Поэтому как раз-таки этот механизм на 24 часа будет очень актуален. У Ракеты есть несколько механизмов на 24 часа, несколько, точнее, моделей часов с таким механизмом. В основном используются в полярных и это один из немногих производителей отечественных, которые делают такие часы. Обратите внимание, весь дизайн часов полностью имитирует такие элементы управления подводной лодкой. Особенно это видно на стрелках. Механизм в этих часах 26-24А на 24 часа и у меня была возможность взять, посмотреть этот механизм отдельно. Это именно тот механизм, который устанавливается как раз-таки в часы подводник Leopard. Обратите внимание, насколько интересно выполнен здесь сектор автоподзавода. Такой красный ротор и сам механизм очень классно отдекорирован. И в коробке у нас есть сертификат, который подтверждает происхождение металла. Что конкретно этот металл взят с подводной лодки Leopard. Сертификат на двух языках, есть и печати, и голограммы. Выглядит это довольно-таки здорово и подтверждает, что сам металл действительно непростой. Сама коробка выполнена очень качественно, такая мягкая ткань. И помимо всего прочего мы видим такую приятную мелочь, как значок, на котором изображен Leopard. И написано, что часы посвящены именно этой подводной лодке. И давайте же еще раз посмотрим на сами часы. Но не весь корпус часов выполнен из металлоподводной лодки, а только вот этот внутренний безель, на котором мы видим и надписи, и изображение самой лодки. И мне удалось посмотреть на этот внутренний безель на разных этапах производства. Изначально мы видим заготовки, это, так сказать, отбракованные элементы, которые вы можете посмотреть в бутике Ракета и увидеть стадии производства этого безеля. На самом деле довольно неплохой металл, по ощущениям это обычная сталь, но, как говорят, совершенно другого качества, и это не та сталь, которая используется обычно для корпуса часов. И сам безель K328 Leopard, посмотрите, насколько довольно интересно выполнена гравировка на нем. Мы видим и саму подводную лодку. И тот безель, который сейчас у меня в руках, это не точно такой же, как установлен в часах, это пробная версия. Обратите внимание, здесь два типа полировки. Либо такая зеркальная, либо матовая. Изначально, когда решали, как же сделать, делали на одном экземпляре несколько разных версий. И здесь мы даже видим номер 1 из 100, хотя на самих часах мы видим уже другую информацию. 1 из 300, что мне лично очень понравилось. Здесь отказались от полной нумерации часов, не стали писать 1, 2, 10, 100, а написали 1 из 300. Мне кажется, гораздо приятнее носить часы не с каким-то номером, а чувствовать свою причастность к 300 людям, которые эти часы и носят. Либо к 300 моделям этих часов. По поводу корпуса нареканий совершенно никаких нет. Он выполнен действительно очень классно. И что мне понравилось, этот внешний рант, который отличается по полировке. Довольно интересное решение, и все это выглядит очень-очень гармонично. Отлично выглядит и задняя крышка, через которую виден механизм. И давайте посмотрим, как часы сидят на руке. Здесь довольно толстый ремешок на 22 мм. Часы сами по себе довольно массивные, но в принципе даже на небольшой руке выглядит вполне себе гармонично. Если сравнить с моими часами Ракета Автомат Классик, он выглядит более-менее похоже. Часы довольно толстые, но имеют такой довольно брутальный внешний вид, и толщина эти часы совершенно не портит. Давайте посмотрим внимательно на то, как выполнен циферблат. Он здесь двухуровневый, и нижняя часть циферблата полностью залита суперлюминовой, и в прорезях мы видим свечение. Приложу отдельно фотографию, как это выглядит в темноте. А сами стрелки часов выполнены точно так же, как стрелки на оборудовании подводных лодок. Обратите внимание, здесь внутренняя минутная шкала, и вот эта большая толстая минутная стрелка, ее кончик как раз-таки и указывает на минуты. И мы можем очень четко определять количество минут. При этом, часовая шкала на 24 часа, и обратите внимание, довольно интересный метод. Здесь есть разметка по безелю, есть такие красные и белые полоски, разбивка по 4 часа, это как раз-таки разбивка на вахты. Я думаю, что многие из вас знают, что на кораблях, на подводных лодках есть вахты, и эти вахты по 4 часа. И как раз-таки на этих часах, для удобства отслеживания вахт, и выполнена такая разметка. И очень здорово выглядит здесь сама отделка механизма. Этот декор называется «Онежские волны». И в целом, эта модель действительно выглядит очень классно, и часы хоть и похожи на другие модели ракеты, да, мы видим узнаваемые черты дизайна, мы видим узнаваемые цвета, но при этом вот этот внутренний безель, который как раз-таки и относит нас к подводной лодке, он дает какую-то, ну, еще большую уникальность этим часам, и таких часов много не будет. Все-таки многие производители делают часы, посвященные каким-то событиям, и что делает, это максимум гравировку на задней крышке. Здесь же мы видим действительно металл из самой подводной лодки. Ну и, конечно же, уникальный собственный мануфактурный механизм ракеты на 24 часа. Чуть немного позже в этом ролике мы посмотрим, как непосредственно детали этого механизма делаются. Ну и что еще придает плюсы этим часам? Это, конечно, богатая и красивая комплектация. Все-таки коробка и внешний вид ее, и наполненность довольно сильно влияют на общее впечатление от часов, и мне действительно это нравится. Вы получаете действительно коллекционный экземпляр часов, не просто часы, которые вы будете носить каждый день, а коробку выбросите. Это вещь, которая будет вас радовать долгое время. И обратите внимание, насколько интересно сделан выставочный образец этих часов в бутике ракета. Мы видим полностью в прозрачный куб залиты все детали механизма, и они как будто парят в воздухе, ну либо в воде. Все-таки вода, наверное, этим часам немножко ближе. А теперь перенесемся на завод ракета, где эти же часы стоят уже на витрине. На витрине в музее часового завода ракета здесь действительно очень много экспонатов. И если вы любите часы и бываете, либо будете рядом в Санкт-Петербурге, обязательно очень рекомендую посетить это место. Здесь вы не только сможете увидеть различные и современные, и старые модели ракеты, но и вживую посмотреть, как это все производится. Экскурсии на завод совершенно бесплатные, и в принципе вы можете приехать и все посмотреть своими глазами. Ну а мы продолжим знакомиться с ракетой Леопард. Действительно, мне очень понравился в этих часах их циферблат. И не только потому, что он здесь сэндвич, и суперлюминого будет светиться постоянно. Циферблат необычный и с очень легкой читаемостью. Казалось бы, что он перегружен какими-то символами, при этом читаемостью этих часов на высоте. И сочетание дизайна циферблата и стрелок этих часов выглядит действительно очень-очень круто. Мне такие часы понравились. Что еще интересно, это использование красного ротора автоподзавода и красных винтов. И здесь это не просто покрашенные элементы, они выполнены по особой технологии, которую Петродворцовый часовой завод Ракета оставил в секрете. Но немножко мы за этим все-таки сможем понаблюдать. И многие спрашивают, зачем автоподзавод в часах, которые вы не планируете носить каждый день. Не проще ли сделать ручной завод? Ведь заводить часы с автоподзаводом без ручного завода весьма неудобно. Что здесь сказать? Наш механизм с автоподзаводом, он может заводиться вручную. Это совершенно не влияет на работоспособность часов. То есть, если вам нужно, вы просто взяли через заводную головку, часы завели, они начали идти, и в дальнейшем уже довести часы можно уже используя ротор автоподзавода. И часы будут заводиться у вас на руке. Кстати говоря, очень классная гравировка на задней крышке. Мы здесь видим надпись Петродворцовый часовой завод Ракета. 20 атмосфер. И на кириллице и на латинице эти надписи дублируются. Выглядит действительно достойно. Никаких нареканий по качеству, опять-таки, в этом плане на часы совершенно нет. Сапфировое стекло с антибликом. Да, антиблик здесь может быть не самого лучшего качества, но, тем не менее, выглядит вполне себе достойно. Заднее стекло, как я уже говорил, здесь минеральное. Но посмотрите на тонкости выполнения, насколько красиво выточены грани корпуса этих часов. Это все действительно высокого качества. И придраться здесь совершенно не к чему. И самое приятное на этих часах, это надпись на циферблате сделана в России. Да, эти часы делаются у нас. Непосредственно на этом Петродворцовом часовом заводе Ракета. И детали производства мы сейчас с вами и посмотрим. И давайте взглянем, насколько часы похожи на классическую модель Ракета Автомат. Мы видим, что теперь все часы Ракета очень переплетаются между собой. И как говорят на заводе и сотрудники Ракеты, что цель стоит как раз-таки сделать так, чтобы часы Ракета были узнаваемы. Так, как и многие зарубежные марки, когда в них есть одни и те же детали, одни и те же элементы дизайна, чтобы взглянуть на часы, вы сразу понимали, да, это Ракета. Ну что, и мы отправляемся с вами на сам завод. Для начала перед нами цех с материалами. Здесь как раз-таки находится сталь, заготовки, которые в дальнейшем станут деталями часов. Я не буду вдаваться в детали и подробности производства на заводе, потому что, во-первых, я в этом деле не специалист и могу банально ошибиться. А если вы хотите полноценную экскурсию с комментариями от руководства завода, с комментариями людей, которые там работают, напишите об этом в комментариях и обязательно, я думаю, что это сделаю. Потому что и самому интересно, и вам хочется донести, и показать, как полностью делаются наши российские часы. Сейчас мы видим цех, в котором находится оборудование для закалки деталей. Многие элементы часов после производства необходимо закалять, для того, чтобы они сохраняли свои свойства. И сейчас мы с вами увидим, как же делается действительно этот внутренний ранд из металлоподводной лодки. Вы видите здесь заготовки и сам станок, на котором протачиваются эти заготовки, и мы получаем уже финальный образец часов. Действительно, оборудования на заводе очень много, и в основном каждый станок специализируется на выполнении какой-то конкретной операции. Вот, например, один станок, который делает два отверстия в платине часов. То есть, по сути, каждый элемент, каждый станок производит какую-то одну маленькую операцию, и для того, чтобы полноценно создать часовой механизм, таких станков нужно очень-очень много. И не только станков, но и людей, которые будут на этих станках работать, и работать грамотно. Кстати, большинство оборудования здесь и советского, и швейцарского производства. И есть как и старые станки, которые стоят здесь еще с каких-то советских давних времен, так есть и новые станки, которые мы увидим немного позже. Сейчас мы видим, как льется масло в станке, который производит колеса часов, и масло здесь нужно для того, чтобы деталь не перегревалась, потому что перегрев очень сильно влияет на непосредственно свойства материала. Я думаю, посмотрев на эти кадры, вы понимаете, какой масштаб производства необходим для производства одного маленького механизма часов. Вот сейчас мы видим, кстати, уже новые современные станки. Здесь производится трип минутного колеса в данный момент. Это уже станки с ЧПУ, станки более современные, более высокого класса, которые производят такие мелкие детали. Для многих как раз-таки эти кадры будут ответом на вопрос, почему так мало часов своих отечественных механизмов производится у нас. Почему все чаще производители прибегают к использованию сторонних механизмов. Потому что произвести механизм не так уж и просто, а создать новый механизм с нуля вообще практически невозможно в современных реалиях. Это потребует нереальных затрат, и мало какой производитель на это сегодня пойдет. И как видите, на производстве используется очень много микроскопов для того, чтобы оценить качество производимой продукции. И микроскопы стоят не только возле станков, но также есть отдельная зона, где находится отдел технического контроля, и каждая деталь проверяется на соответствие нормам и стандартам. Один из важнейших цехов на заводе – это цех промывки. Абсолютно после каждой операции с деталями часов они проходят промывку. Это действительно важный элемент, потому что даже малейшие капли масла, малейшие следы грязи могут повлиять на качество механизма. Поэтому одним из важнейших этапов является промывка. Моются детали часов в специальных машинах, ну а после вручную проверяются специалистами завода. И здесь нам удалось взглянуть на разные варианты ротора автоподзавода. Пробовали создавать разные цвета. Возможно, в будущем мы увидим более интересные варианты дизайна часов. Ну а здесь мы видим уже финальный этап производства. Это финальная доработка, полировка, шлифовка часов и устранение малейших дефектов. Ну а сейчас мы попадаем в самое сердце часового завода. Дорогие гости, добро пожаловать на участок балансов. Здесь рождаются механические сердца, которые дают жизнь каждому часовому механизму в часах ракета. Именно здесь, именно в этом цеху и делаются самые важные детали механических часов. Это баланс-спираль. И далеко не многие производители часов, далеко не каждый завод может похвастаться тем, что используют баланс-спираль собственного производства. А на Петродворцовом часовом заводе ракета эта технология сохранилась и используется до сих пор. И в этом цеху мы видим самые малейшие операции, которые делаются с деталями ходовой части механизма. Например, через этот станок проходит изначальная заготовка волоска-спирали часов. И проходя через множество элементов, она выходит того диаметра, который нам нужен. Ну а следующим этапом происходит ее прессовка, чтобы из круглого сечения получить прямоугольное. Операции действительно довольно сложные, требуют не только специального оборудования, но и специальных заготовок. Дальше при помощи навивальной машинки завивается, волосок заневоливается в такие вот чашечки. С одной чашечки получается 4 волоска. Дальше заневоленный волосок собирается вот в такие трубки. То есть чашечки укладываются. Таких трубок достаточно много. По-моему, полная загрузка это более 25 таких трубок. Вот. И устанавливается в печку. И там уже заданная температура, заданные режимы. Все это дело термофиксируется. Ну и как видите, за окошком у нас не швейцарские Альпы, не китайские фабрики, а серый Петербург. Ну что, друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И обязательно пишите в комментариях, как вам эти часы. И хотели бы вы получить полноценную видеоэкскурсию по заводу с комментариями от непосредственных сотрудников, которые делают различные операции на Петродворцовом часовом заводе Ракета. Спасибо за просмотр. До новых встреч на канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok